После долгих обсуждений испанское правительство одобрило пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Введением четырехдневной недели экспериментировали компании и правительство по всему земному шару. Речь идет именно о том, чтобы люди работали на день меньше за те же самые деньги. Привет, это Дмитрий Гудков. У нас было очень много таких серьезных роликов, поэтому сегодня я хочу вас слегка развлечь. Мы с вами много работаем, а жить успеваем только по выходным. Хотелось бы наоборот, не так ли? Ну, хочется не только нам с вами. Например, в Великобритании этим летом 30 компаний в порядке экспериментов ведут четырехдневную рабочую неделю. Как они собираются оставаться сверхприбыльными? И почему менеджеры вообще согласились на такие опыты? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а я расскажу о новом мировом тренде. Восьмичасовой рабочий день и пятидневная неделя у нас пришли из XIX века, из времен индустриальной революции. По тем временам это было даже прогрессивное завоевание. Рабочие на фабриках трудились до 16 часов в день, 6 дней в неделю, включая женщин и детей. И появившиеся тогда профсоюзы и общественники боролись за то, чтобы радикально сократить рабочие часы. Был лозунг «8 часов работы, 8 отдыха, 8 сна». Этот лозунг придумал специалист Роберт Оуэн. Но сокращение было не только гуманитарное, но и экономическое причина. Чем сильнее люди устают, тем хуже они работают. Так что за неделю получается сделать меньше, а не больше. В 2014 году это заметил отец автомобиля Генри Форд. И он решил сократить рабочий день с 9 часов до 8. А заодно удвоить оклад своим сотрудникам. И в итоге производительность труда на заводах Форд значительно выросла. А успешную реформу подхватили другие компании. Вскоре она стала законом. В итоге такой режим работы сегодня является нормой в большинстве стран мира, в том числе и у нас. Но с тех пор прошло больше 100 лет. И мы уже не пользуемся паровыми машинами. В руке у каждого из нас миниатюрный такой суперкомпьютер. А работаем мы почему-то по правилам времен Первой мировой. Если посмотреть на статистику по странам, продуктивность обратно пропорциональна длине рабочего дня. Например, Норвегия, Бельгия, Дания и другие европейские страны работают в среднем по 30 часов в неделю. И они, кстати, в топе по продуктивности. Россия и Мексика работают больше всех в мире, ничего не успевает и за это расплачивается маленьким ВВП. Причина, кстати, та же, что и на заре индустриальной эпохи. Ну, обыкновенная усталость. Неважно, сколько времени вы проводите на работе, если у вас нет сил ничего делать. А сейчас приходится конкурировать не только с людьми, но и с роботами, которые не устают, не спят, не уходят ни на какой больничный. Роботизация производства сейчас идет полным ходом. Сейчас в мире в среднем 126 роботов на 10 тысяч сотрудников. И у стран с высокой плотностью роботов все отлично с экономикой, ведь роботы сильно повышают продуктивность. И дело не заканчивается на шустрых складских платформах и промышленных манипуляторах. Роботы окружают нас даже в самых обыденных ситуациях. Ну, например, уличные ларьки с кофе и снаками уступили место специальным машинам. То есть нажали кнопку, взяли свой эспрессо. Билеты в метро можно купить не в кассе, а в автомате. А вместо, например, банковского клерка деньги выдают в банкомат. То есть машина заменяет людей не только на производстве, но и в самом массовом сегменте в сфере услуг. Они же позволяют специалистам быстрее выполнять все более сложные задачи, которые раньше отнимали массу человека-часов. В общем, чем выше автоматизация, тем меньше времени людям нужно работать, чтобы добиваться тех же результатов. Так что сокращать рабочие часы придется в любом случае. Потому что если этого не сделать, то люди сократят их сами, вернее, уже сократили. Например, в Великобритании рабочий день один из самых длинных в Европе, 8-9 часов. Но по данным агентства Ginger Research, британцы из них работают не больше трех. Если вы когда-нибудь работали в офисе, то понимаете, как получается такая цифра. Ну, давайте представим. Допустим, британец приезжает утром в офис, не знаю, открывает ноутбук, и какое-то время там что-то делает, работает. Ну, тут приходит оповещение в Фейсбуке, там племяннице исполнился годик, он поздравляет родственников, ставит лайки под сотни фотографий, а потом просто там скролит ленту, как обычно бывает. Отослав пару писем, он, например, устраивает перерыв и идет пить кофе. По пути, например, ловит его коллега, вернувшийся из отпуска, они еще какое-то время обсуждают, например, итальянскую кухню. Вот, решив сделать после работы пасту, британец лезет на Амазон, чтобы заказать продукты, а заодно смотрит какие-то новинки. Потом случайно открывает Твиттер, и следующие полчаса проводит в ругане, например, по поводу Брекзита. Допустим, за обедом он флиртует с привлекательной коллегой, а после залипает в ее инстаграме. К этому моменту рабочий день уже почти закончился. Так что он просто смотрит в потолок, считает минуты, за весь день наш британец проработал ровно три часа. Это не значит, что жители Туманного Альбиона работают плохо. Нет, конечно. Сотрудник выполнил все задачи, начальство осталось довольно, и у фирмы дела идут, в общем-то, хорошо. Просто нет необходимости делать лишнюю работу, да еще и бесплатно. И вообще толку от его торчания в офисе никакого. Он мог бы сходить на свидание с коллегой или провести день с близким человеком, вместо того, чтобы лайкать его фотографии в соцсетях. При современных технологиях работать дольше просто нет никакого смысла. Люди только устают, а их продуктивность падает. К тому же этих трех часов оказывается достаточно, чтобы компания оставалась прибыльной. В России офисная культура работает, ну, наверное, так же, да? Полдня работы, полдня мемов с котиками. Так что, учитывая нашу низкую продуктивность, нам пора тоже думать о сокращении рабочих часов. А теперь поговорим о самой четырехгневке. С таким гибким режимом экспериментировали разные компании. Например, тот же Google, Amazon и Microsoft. Но это были просто местные эксперименты. Всерьез они задумались после локдауна. Запертые по домам люди сначала скучали, потом поняли, что больше не могут крутиться, как белка в колесе. И вернувшись после заточения в свои ненавистные офисы, например, американцы, европейцы стали просто бросать работу. В августе 2021 года почти 4,3 миллиона американцев уничтожили их работу. Резигнационный рейт уничтожил 20-летний уровень 2,9%. Мы все смогли перейти в последние годы и провести больше времени делать другие вещи, и действительно спросить цену, что мы делаем в работе. Многие люди сделали решение, что нужно сделать изменение. Этот тренд назвали великим увольнением. А молодежь Китая и вовсе предпочитает лежать в лёжку, чем тратить свою жизнь на индустриальную машину Си Цзиньпина. Лайн-флат does not mean not working at all, but more like working one or two months a year. This young man is known as the master of lying flat. The phrase, lying flat, originates from his article. He goes to Hengdian, a movie city in China. On the movie set, he lies flat, playing dead bodies. His doctrine of lying flat immediately gained a following of young people, who gained a different kind of hope from it. more and more Chinese people have started to compare themselves to Chinese chives, which are harvested time and again by the upper echelons of the totalitarian system, leaving little for themselves. Впрочем, карьеристы и трудоголики тоже извлекли из удалёнки пользу. Во время пандемии белые воротнички стали тайком работать на нескольких работах. Делаешь какое-то минимум в двух местах и получаешь две зарплаты. И не нужно целый день торчать в офисе и молиться там на повышение. And they think that even if some employers call people back to the office, there will be enough companies offering remote work arrangements, and they'll have enough leverage, you know, they can always quit one job and get another second job, that they can pull this off long-term. We talk about Zoom burnout, which I think all of our viewers can probably relate to, but the universe of workers that you spoke to clearly just, I guess, have a high tolerance for paying. No, I mean, they were like, just say no. They just figured it out. They just started declining calendar invites, and they were like, nothing happened. And that's kind of how they pull off some of this, is just doing less. Люди одновременно саботируют долгий рабочий день и работают не всю его длину. Всё больше работников понимает, что не хотят тратить жизнь впустую, просто чтобы у шефа душа была спокойна. Нанимателей это застало врасплох, и четырёхдневная неделя на этом фоне стала таким компромиссным решением. Есть два варианта, как её реализовать. Первый – это сжатая рабочая неделя. Это когда человек работает 4 дня, но по 10 часов. То есть те же самые 40 часов в неделю, но с тремя выходными. При расписании 4 на 10 получается 5 основных преимуществ. Дополнительный выходной, ради которого всё и затевалось. Сотрудник сохраняет полный заработок и все льготы. Меньше времени денег тратит на поездки, а рабочее время продлевается, и компания может работать в нестандартные часы. Но недостатков тоже 5. В некоторые дни может, ну, например, не хватать сотрудников, и встречи проводить сложнее. Сотрудники больше не будут успевать заниматься домашними делами в рабочие дни. Под конец долгой смены производительность падает, да и не все могут так долго работать. Второй вариант – это 4-дневная неделя без увеличения времени. То есть человек работает 4 дня по 8 часов, и всего 32 часа в неделю. У такого подхода плюсов гораздо больше на самом деле. У сотрудников остается больше времени на домашние дела, саморазвитие, на близких. И когда не надо вообще балансировать работу и личную жизнь, стресса тоже меньше. Больше времени на отдых, соответственно, выше производительность. И креативность тоже выше, потому что есть время поразмыслить над нестандартными, например, методами решения задач. Тратится меньше времени и сил на поездки на работу, и люди работают охотнее. Работодатель, в свою очередь, получает доступ к большему кадровому резерву и тратит меньше ресурсов в нерабочие часы. Экологичность 4-дневки, пожалуй, самая недооцененная, ее хорошая сторона. Она, в теории, убирает с дорог 20% машин. И недостатков здесь тоже меньше. Компании все еще может не хватать сотрудников и не всегда удобно проводить совещания. Но, кстати, технологии виртуальной реальности скоро решат эту проблему. К тому же не все фирмы готовы платить работникам прежнюю ставку за меньшее время. А речь идет именно о том, чтобы люди работали на день меньше за те же самые деньги. Но те, кто был готов рискнуть, остались довольны. Давайте рассмотрим кейс трастовой компании Perpetual Guardian из Новой Зеландии. Ничем инновационным она не занималась. Обычно скучные дела по наследству, недвижимости, управлению активами. И вдруг в 2019 году она внезапно оказалась на всех передовицах планет. Ее босс Эндрю Барнс продавила решение сократить рабочее время и сохранить полную оплату труда. Менеджмент сильно сопротивлялся, но, как оказалось, все переживания были напрасными. Но зато упал уровень стресса, а вовлеченность сотрудников выросла. И они стали меньше времени сидеть в фейсбуке и больше работать. А еще, кстати, лишний выходной помог фирме выправить гендерное неравенство на работе. У нас традиционные гендерные роли предписывают женщинам больше времени тратить на семью. Из-за этого им гораздо сложнее строить карьеру. Единственная проблема с женской карьерой и преимущество, которое мужчины имеют перед женщинами, состоит в том, что женщине нужно будет в большинстве случаев в ходе своей рабочей деятельности взять паузу для того, чтобы родить и некоторое время побыть с очень маленьким ребенком. Это первое. И второе, благодаря социально одобряемому распределению обязанностей мужчина ожидает, что придя домой, он будет отдыхать и его будут обслуживать. А женщина, придя домой, имеет свою вторую смену по уборке, готовке и организации, так сказать, всей семейной логистики. Если добавить лишний выходной, то отцы теперь тоже могут следить за домом, проводить время с близкими и заботиться о своих детях. А это, согласитесь, уже ни за какие деньги не купишь. Барнс написал книгу и запустил компанию по продвижению своей инновации. А потом, как я уже сказал, случилась пандемия. И четырехдневка по его методу стала ответом на вот этот мировой экзистенциальный кризис. Кроме Барнса с введением четырехдневной недели экспериментировали компании и правительство по всему земному шару. Губернатор американского штата Юта в 2008 году вел четырехдневную неделю для госслужащих. Это сэкономило средства на оплате сверхурочных, оплате электричества, оплате транспорта. Правда, парламент позже решил вернуть пятидневку. Зато в Исландии сокращение рабочих часов отлично прижилось. Правительство провело два эксперимента и сократило рабочую неделю с 40 до 35 часов с сохранением заработной платы. Теперь 86% работников в Исландии либо уже сократили время работы, либо имеют право это сделать. А в США сенатор такой есть Марк Токана, он внес биль по уменьшению рабочей недели с 40 до 32 часов. Это не значит, что людям запретят работать больше, но все время свыше будет считаться таким овертаймом и оплачиваться по повышенной ставке. Токана считает, что за четырехдневной неделей будущее. Ее нужно принять как можно скорее. Сейчас в Великобритании по инициативе Барнса проводят эксперимент. И три десятка компаний там с июня перейдут на четырехдневку без сокращения выплат. Британцам придется научиться меньше часто откладывать дела на работе, как мы это делаем. Но взамен они получат еще один выходной. А их соседи-испанцы уже целый год экспериментируют четырехдневкой. После долгих обсуждений испанское правительство одобрило пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Во-первых, мы говорим о демократии. Тот, у кого нет времени, не свободен. Нужно иметь время на семью, выполнять свой гражданский долг. За 2019 год в среднем на одного испанца приходится 37,5 рабочих часов в неделю, что превышает показатель в таких странах, как Германия, Ирландия или Нидерланды. Тем не менее, эти сверхурочные часы не приводят к повышению производительности труда одного работника. Вообще полтора года удаленки показали, что людей не надо сутками держать в офисе и гонять палкой, чтобы они все успевали. Они могут выполнять свою работу сами, в удобном темпе и за меньшее время. Философ Бертран Рассел в своем эссе «Похвала праздности» рассуждает, что с технологиями того времени людям хватило бы четырех часов в день, чтобы обеспечить свои нужды. Работа сверхмера – это пережиток неисправедливого социального устройства и того, что Рассел назвал рабской моралью, когда власти уверены, что обычный человек сопьется от безделия, если не будет трудиться до седьмого пота. К сожалению, российская власть бороться с рабской моралью не собирается. Будь в нашей стране легально выбранный парламент, который бы представлял наши интересы, мы бы уже, наверное, обсуждали не войну с Украиной, не иностранных агентов, а сокращение рабочих часов, как во всем мире. Вместо этого наши думцы транжирят казну и постоянно ищут врагов народа. Я об этом недавно снял ролик, посмотрите по этой ссылке. В итоге мы практически больше всех в мире работаем, мало получаем и тратим почти все, что заработали на еду. Путинские чиновники обирают народ до нитки и просто убивают наш человеческий капитал. Родился, помучился, в общем, умер без пенсии. Но наши частные компании, на самом деле, могли бы начать вводить четырехдневную неделю, не дожидаясь команды сверху. А нам с вами, друзья, нужно просто популяризировать эту тему, чтобы не отставать от всего цивилизованного мира и не загнуться в офисе. Работа, сами знаете, не волк. Хотите перемен? Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Это был Дмитрий Гудков. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова